В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры, уважаемые зрители. Здравствуйте. Такого типа вопроса приходит часто. Константин Юрьевич, почему при сравнении боевых потенциалов нашей армии с ее вероятными противниками вы всегда говорите только о Соединенных Штатах Америки? Почему вы не учитываете потенциал остальных стран НАТО? Ведь нам противостоит не только американская армия, но совокупные военные потенциалы всех, почти что трех десятков стран НАТО. Ну, это правда. Это действительно так. Но только нужно сказать, что в нынешних условиях многие союзники американские по НАТО, они для американцев не столько поддержка, сколько абуза. Знаете, есть такой исторический анекдот про румынскую армию. Перед началом Первой мировой войны немецкие политики обратились к немецким генералам и сказали, вот мы можем Румынию включить в число наших военных союзников. Имеет смысл это делать или это делать смысл не имеет? На что, значит, немецкие генералы посчитали, почесали свои генеральские немецкие тыковки и сказали, слушайте, ребята, да, собственно, без разницы. Понимаете, если Румыния будет воевать против нас, то нам понадобится 10 дивизий для того, чтобы ее разгромить. Если же Румыния присоединиться к нам и будет воевать за нас, нам понадобятся те же 10 дивизий, чтобы защитить эту Румынию от разгрома. Поэтому разницы нет никакой. Что есть Румыния, что нет Румынии, что она за, что она против. Все те же 10 дивизий придется нам применять. Ну вот, шутки шутками, а вот в нынешнем НАТО зачастую именно так и получается. Ну вот давайте для примера возьмем Великобританию. Великобритания крупнейший в НАТО военный союзник американца. Самая крупная военная держава Европы. Самый крупный военный бюджет в Европе. Ну, для примера можно сказать, что если наш военный бюджет в прошлом году был 66 миллиардов долларов, ну, в пересчете на доллары, то у Великобритании 55, то есть у них почти такой же, на 15% меньше военный бюджет, чем у нас всего. Но при этом, ну и вообще, да, конечно, Великобритания, это же, так сказать, наследница гигантской многовековой империи, там, владычица морей, да, гимн, правь Британии морями, вот, ну и так далее и тому подобное. И тем не менее, вот газета «Санди Таймс», чтобы не быть голословным, 5 февраля публикует статью. Вот эта статья. Статья под паническим заголовком. «В обороне Великобритании обнаружены огромные провалы». И под заголовок. «Русские подлодки слышат шумящие корабли за 100 миль». Вот, и дальше, если вкратце, так сказать, пересказывать содержание, то в этой статье говорится, что новейшие американские эсминцы, это так называемые эсминцы тип 45, вот, вот он перед вами на экране, да, они просто негодны, их нельзя применять для войны. Мало того, что они грохочут, причем это ссылка на слова одного из адмиралов английских. Он говорит, что эти эсминцы грохочут, цитата, «как ящик с гаечными ключами, и русские подводные лодки слышат нас за 100 миль», говорит этот, значит, американский адмирал. Так вот, помимо всего прочего, они, видите, они какие красивые, такие, могучие, большие корабли внешне, да, они не имеют вообще противокорабельного и противолодочного вооружения. Понимаете? Я не пошутил. У них нету, нету новейший супер-пупер, кучу денег вложили в них, да, значит, надежно английского флота. Нету ни противолодочного, ни противокорабельного вооружения. Это, у них акцент сделан на ПВО, у них комплексы ПВО мощные. Почему? Потому что предполагается, это вот тоже умники, честно говоря, значит, вот, если бог кого хочет наказать, он лишает разума. Вот английские генералы, они решили, что в соответствии с их военно-морской доктриной должны быть распределены функции между разными кораблями. Вот эти эсминцы, они будут обеспечивать в первую очередь противовоздушную оборону корабельной ударной группировки. А противолодочные, противокорабельную оборону, то есть, если эту ударную группировку Великобритании будут атаковать самолеты, то эсминцы против них будут действовать эффективно. А если их будут атаковать, как бы, корабли другие или подводные лодки будут атаковать, то вот противолодочные, противокорабельные ударные возможности должны обеспечивать фрегаты. То есть, один эсминец не может, он не универсальный, к нему нужны обязательно фрегаты. Эти фрегаты новейшие тоже должны были строиться, и, понимаешь, опять вышла промашка. Потому что, во-первых, они получились очень дорогие, да, и строить их в том количестве, в котором хочется, не получается. Но что самое главное, не разработано оружие ни противокорабельное, ни противолодочное. То есть, то оружие, которое сейчас стоит на кораблях НАТО, вообще на всех, и на американских кораблях в том числе, это противокорабельные ракеты «Гарпун» и противолодочные ракеты «Сабрак». Они разработаны 45 лет назад. То есть, они уже 40 лет назад были поставлены на вооружение. Они давно и безнадежно устарели, они близко по своим параметрам не подходят к нашим ударным ракетам, скажем, ударный вариант «Калибра» противокорабельный. Лодки наши, они против лодок наших, они вообще бессмысленны, потому что наши подводные лодки применяют оружие на таких дальностях, на которые противолодочные ракеты, вот эти «Сабрак», просто не летают. Ясно, что нужно делать что-то новое. Вот сейчас англичане и французы хотят, хотят, хотят сделать новую противокорабельную крылатую ракету. Говорят, сделаем обязательно через 10 лет. Знаете, какие у него будут параметры? У него будут параметры почти, как у нынешнего противокорабельного варианта «Калибра», только она будет лететь чуть-чуть тише, чем нынешний наш. Через 10 лет, когда они ее сделают и поставят на вооружение. И дальность у него будет у противокорабельного «Калибра» 500 км, а у них будет 300 км. То есть, она через 10 лет, когда они новое поколение своего оружия, которое они сейчас разрабатывают, поставят, оно будет чуть-чуть хуже, чем то, что есть у нас сейчас. Понимаете? Весь абсурд. Ну и вот газета по этому поводу, собственно говоря, пишет, ребята, вы, собственно, зачем? Зачем вы так сделали? Дальше, в той же статье написано, значит, основу подводных сил английских составляют ударные многоцелевые атомные подводные лодки. Вот одна из них, значит, на этой фотографии. Так вот, оказывается, что они тоже небоеспособны. Причем, вы понимаете, когда я вот это говорю, я боюсь, что вы скажете, что придумывает душина. Но вот вы видели на экранах вот эту статью, это я не придумываю, честное слово. Значит, у Великобритании всего 7 таких ударных многоцелевых атомных подводных лодок. Так вот, сегодня пишет газета, из 7 подводных лодок ни одна, ни одна не может выйти в море. Это вот газета Sun уже пишет, вот на экранах статья. Понимаете? А более того, она еще там пишет, что адмиралы-то английские об этом знают, а вот премьер-министру Терези Мэй доложить боятся, боятся. Вот так вот получается, значит, развивается замечательно флот Великобритании, крупнейший союзница Соединенных Штатов Америки. Но на этом анекдоты не кончаются, ребят, не кончаются. А что делается у той же Великобритании в сухопутных войсках? Значит, основу, ударную мощь сухопутных войск в Великобритании составляют тяжелые танки Challenger. Покажите. Вот, это такой монстр 60 тонн, они считают, что он супер-пупер, метровая броня, и вообще, пятое-десятое, значит, лучше всех. Этих танков, внимание, у Великобритании аж на целых 200 штук. Но, но, сегодня принято решение, третий из этих танков вывезти из боевого состава. Они там сведены в три полка. Так вот, один полк решено сократить. Точнее сказать, не целиком сократить, а танки оттуда списать, вот эти Challenger, а вместо танков на вооружение этого полка поставить боевые машины пехоты, АЯКС. Вот она. Да, то есть это, видите, у нее там 30 или 40 миллиметровая пушка, вместо там 120 миллиметров у танка, да, легкая броня, она там в два с половиной раза легче. Ну, понятно, да, танки, БМП, это совершенно разные по своей ударной мощи машины. Зачем, спрашивается, это делают? А, значит, генералы английские говорят, мы это сделали для того, чтобы повысить мобильность. Вот русские, они такие сякие, они продемонстрировали нам на своих учениях, что они огромные массы войск могут быстро перебрасывать военно-транспортными самолетами. И войска, и технику могут перемещать, и там за сутки могут создать 100-тысячную группировку прямо у нас под носом, неожиданно. А у нас танки Челленджер, они тяжелые, их не погрузишь в самолет. А вот мы один пулк перевооружим на эти боевые машины пехоты АЯКС, и их с помощью наших военно-транспортных самолетов А-400М мы сможем, значит, быстро перебрасывать куда угодно. И повысим таким образом общую мобильность войск НАТО. Ура, замечательно, все хорошо. Но есть одна деталь. Вы будете смеяться. Но машина эта АЯКС, то ли машину неправильно спроектировали, то ли, значит, самолеты что-то там не... Короче, она не влезает в грузовой люк этого самолета. Ну, реально не влезает. Понимаете? И для того, чтобы ее перевозить самолетом военно-транспортной авиации, нужно подогнать машину, нужно подогнать кран, и с помощью крана произвести частичную разокомплектацию машины. Там что-то где-то приподнять, отвинтить какие-то там выступающие части, тогда можно будет загрузить. И перевести. Но на том месте, где самолет приземлится, тоже должен стоять кран, который тоже опять ее приподнимет, и быстренько привинтить обратно все то, что, значит, отвинтили на аэродроме, с которого вылетали. Это все звучит как плохой анекдот. Но это правда. Понимаете? Кстати говоря, вот что касается этих самолетов... Слушайте, я не могу. Вот когда начинаешь об этом говорить, европейцы, у них точно что-то за последние 25 лет, у них что-то случилось с головой. Что-то такое вот, ну, совсем вот они перестали, так сказать, адекватно реальность воспринимать. Что касается этих военно-транспортных самолетов, на которых должно все это летать. Ну, в частности, эти самолеты эксплуатирует Бундесверг, армия Германии. Да? У нее аж 8 таких самолетов. Ну, и вот немецкие газеты недавно написали. А знаете, сколько летать может? Из 8. Не поверите. Один. Вот так вот, понимаете? Да? Значит, англичане танки списали для того, чтобы БМП можно было на самолетах перевозить. Но в самолет эти БМП не влезают. Но даже если бы влезли у союзной Германии из 8 военно-транспортных самолетов, лететь может только один на сегодняшний день. Вот так вот. Это я еще не говорю. Там в газете, вот в этих статьях, которые я вам показал, там еще масса других примеров приводят. Значит, например, заказали, это англичане, 54 беспилотных самолета-разведчика, Watch Keeper, обошлись британским налогоплательщикам в полтора миллиарда долларов. Заказали 12 лет назад. Нет. Так они на вооружение не поступили. То есть, что-то там поступило, но использовать, опять же, из-за целого ряда технических проблем полноценно их нельзя. Вот так вот. Хочешь смейся, хочешь плачь. Но я думаю, что если рассматривать это с точки зрения наших русских интересов, то нам-то, конечно, имеет смысл посмеяться. А американцам, конечно, поплакать, если у них такие союзники в Европе. Ёлки-палки, да? Это как в той пословице знаменитой, да? Что избавь меня, Господи, от таких друзей, от врагов я сам как-нибудь избавлюсь. Субтитры создавал DimaTorzok